всем привет вы на канале вовчик play с вами владимир и ольга сегодня я сделаю обзор по обновлению которое вышло у нас вчера 5 декабря на ru сервера игры black desert онлайн так размер патча 510 метров и вот коротко о том что же нам вчера завезли прежде всего открыт доступ к предварительному созданию лучника то чего все ждали длительное время но вернее не все большинство ждало мы вот почему-то как-то не ждали но не важно не так доступно только предварительное создание персонажа класса лучник играть пучником на данный момент нельзя официальная дата выхода лучника 12 декабря возможность поиграть за него появится только 12 декабря после завершения технических работ а также стартовал ивент на создании персонажа лучника и нужно поделиться им социальных сетях за это вы получите определенные там плюшки об этом подробнее мы сделаем видео которое будет чуть попозже выложено на нашем канале но для того чтобы посмотреть что нужно сделать кто не захочет посмотреть видео вот здесь проходите по ссылочке и здесь все понятно создаете лучника делаете скриншот делитесь информации на своей страничке вконтакте загружаете ссылку на данную информацию на вашу страничку на сайте перлабисов и получаете плюшки за предсоздание вы получите вот такие вот плюшки так как сундук аксессуаров асула увеличение инвентаря на 8 слотов грузоподъемность свисток для лошади совет валкса на 20 и золотой 2 золотых слитка по 100 грамм ну и за награду награда за участие именно в репостах данного ивента вы получите палитру мирабы на 7 дней и премиум набор на 20 дней и так возвращаемся к обновлению началась акция повышаем безопасность аккаунта black desert вот с этим ребята я вам к сожалению не подскажу потому что сами мы в этой акции участвовать не будем единственное что могу сказать что с установив на свою мобилку определенное приложение вам предлагают получать значит одноразовый пароль на свой аккаунт то есть при каждом заходе в игру вы будете вводить новый пароль стоит ли этим заморачиваться или не стоит решать вам здесь также есть полное описание как это сделать единственное кто ввел свои данные персональные при переносе при заявке на перенос аккаунта неправильно у вас сейчас есть единственная возможность до 19 декабря поменять свои данные на реальные то есть на настоящий для чего это нужно сделать ну как пишет разработчик для того чтобы у вас потом в дальнейшем не было проблем например если вы будете участвовать в какой-то акции и выиграете какой-то приз вам нужно будет доказать что данный аккаунт принадлежит вам для этого у вас потребует верификацию то есть доказать что вы владелец данного аккаунта что ваши данные совпадают с данными которые указаны на официальном сайте поэтому кто ранее сделал это намеренно неправильно указал свои данные либо сделал это по случайности как это мы сделали с веночком но потом перенесли его как бы уже поменяли свои данные то вот у вас есть возможность до 19 декабря поменять свои данные но есть одно условие вы сможете из изменить их только после того как подключить к себе услугу именно вот этого одноразового пароля но есть одна хорошая новость как только вы поменяете свои данные через какое-то время вы от этой услуги можете отказаться далее возвращаемся к обновлению продолжается у нас ивент сверкающие украшения бывающей луны сейчас стартовал второй этап то есть сегодня с 0 часов 6 декабря вы начали получать на достижениях уже сертификаты 2 вот такие у нас получается по тайное послание бывающей луны 2 то есть 6 декабря с 0 часов по 11 декабря до 23 часов 59 минут вы будете получать уже второе тайное послание бывающей луны которое впоследствии можете поменять на квест этот квест будет точно также браться хидели в таверне только нпс уже будет другой то есть до этого был дуглас сейчас это будет лилия она даст вам квест либо боевой либо ремесленный тут уж тоже точно так же вам выбирать я бы советовал вам все-таки выбирать боевые потому что с ловлей рыбы как показала первая неделя этого ивента полная неразбериха где ловите ту рыбу очень много сообщений было в чате в мировом ну и ребята просто были в панике от того что они не могут выполнить эти квесты поэтому берите боевые вступайте в рейды в группы и вполне легко сможете выполнить эти квесты ну кто делал кто участвовал этом ивенте первой недели тот в принципе уже знаком с процедурой как это все будет происходить ну и соответственно вам будут приходить темные осколки луны которые необходимы для заточки этой сережки которые вы получите за выполнение квеста опять же их будет 8 штук вот единственное что здесь ребята в этом обновлении если вы будете смотреть здесь на сайте здесь есть дезинформация небольшая а вот здесь вот в этой вот клеточки смотрите то есть тут написано что при успехе усиления на 3 и выше вы можете обменять данное украшение на украшение с усилением 3 и чуть ниже написано что при успехе усиления на 2 можно обменять на украшение с усилением 2 нет это неверная информация то есть точно так же как было с колечками вы сможете обменять только 6 осколков. То есть свои тусклые колечки усиленные на 2 вы можете поменять на осколки и уже потом 6 осколков поменять на украшение с усилением 2. Обращайте внимание, то есть не ждите, что каждое ваше тусклое колечко на 2 вы сможете обменять на 6 сережек вторых. Это опечатка, ну в общем дезинформация. Далее у нас продолжается ивент твой путь к богатству. Всем вам уже, кто заходил в игру и проводил в игре больше 100 минут, вы обратили внимание, что вам ежедневно, начиная с 5, вернее 6 декабря, вам начали приходить на почту вот такие слитки 100 граммовые на 10 миллионов. Этот ивент продолжается, вы и далее будете получать данные слитки. Ивент этот проходит до 12 декабря, то есть еще целую неделю. Одновременно вместе с слитками этими вы получали золотые монетки. Квест, который нужно выполнить для того, чтобы получить 100 миллионов, поправили. И теперь у NPC вот этого Матиаса из Велии это имперский поставщик. Он стоит рядом с Санта Манси, это торговец с рабами, если кто-то не знал. Можно обменять сертификат имперского поставщика, который вы получили в таверне Велии и 10 украшенных золотых монет на золотой слиток 1000 грамм и 50 опыта влияния. Кто не знает, как получить сертификат, нужно достаточно купить на складе у себя за 1 миллион, там с копейками, не помню сколько, золотой слиток 10 грамм и отнести его в Велию. Там стоит NPC Фонтен Дейрок. Отдать ему этот золотой слиток и в обмен на этот золотой слиток он дает вам вот этот сертификат. Далее. У нас с сегодняшнего дня начался ивент, вернее со вчерашнего дня, после тех работ начался ивент, нам начали выпадать вот такие темки. Это коробочки, бантики и конвертики. Путем алхимии обычной их нужно соединять вот в такую коробку. Коробок вы можете насоединять сколько угодно много. Из этих коробок выпадают различные предметы. Это, ну, есть вероятность впадения босс-шмота, конечно, ожерелок всяческих, колечек, советы Валкса 20-е, синяя бижутерия, золотая бижутерия, ну и самый частый дроп из них это обрывки воспоминаний, камни, крон, музыкальные шкатулки, 16-е точки и священная статуя Асулы. Священная статуя Асулы стоит 3 миллиона, музыкальная шкатулка полтора. Все это вы можете продать NPC обычному любому торговцу, который есть в любом городе. Так, далее. Вместе с этим ивентом то, что не вошло, ребята, значит, в обновление, то, что нет в описании, сейчас я вам покажу. Вы получаете в достижениях, то есть вот такая коробочка достижения, зайдите вот сюда, вот в вент, за проведение 100 минут в игре, то есть вот этот слиток, вот эту монетку вы будете получать, как только проведете в игре больше 100 минут. Также вы будете получать послание с благословением. Это слиток, ой, это свиток на увеличение на 200% боевого опыта и 30% к опыту навыков. Обращайте внимание, не забывайте забирать, но вернее они тут у вас будут складываться, если играете персонажем больше 100 минут, вот, пожалуйста, вам такой вот подарок сделали разработчики. Эта акция будет продолжаться с 6 по 19 декабря. Так, далее. Итак, есть вещи, которые не указаны в обновлении, это нам корейские разработчики подарили горничного мужчину, мажор дома. Как его получить? Сейчас я вам покажу. Заходите в тучки в гости. Вот здесь есть задание и особый дар черного духа мажордом. Нажимаете на него. Ну, далее, далее, далее. И выбираете любого мажордома, который вам нужен. Какой нам нужен? На склад. Аукцион же у нас есть. Значит, мы берем на склад. Принять. Итак, цель задания достигнута. Выход. Открываем. Инвентарь. Он у нас находится в премиумном инвентаре. А, не забрала. Так. Смотрим. Далее. Готово. Итак. Открываем. Премиумный инвентарь. Вот у нас мажордом находится. Клацаем по нему правой кнопкой мыши. И получаем вот такой вот уже договор. Мажордом Эйден. На склад. Активируйте его. И все. И он у вас работает. Вот у нас есть теперь один аукцион, один на склад. На складе у нас мажордом Эйден. Станет доступен он после... Через 20 минут. После того, как вы его активируете. Ну, и в принципе все. Поздравляю вас с таким приобретением. Достаточно нужно вам решать, куда. На аукцион либо на склад вы возьмете данного помощника себе. Итак, мы возвращаемся к обновлению. У нас продолжается ивент. Наслаждайтесь игрой Black Desert вместе с друзьями. Что это за ивент? Я вам вкратце напомню. То есть пригласи друга попробовать Black Desert. Здесь новичок должен подать заявку. в форме. Вот сюда вы пишете заявку. Фамилию того человека, который вас пригласил в игру. Отправляете эту заявку. Человек, который вы... Чью фамилию вы здесь написали, он подтверждает эту заявку. Вот здесь зарегистрировать друга. Вы становитесь как бы связаны одной цепью. Вот. И вот здесь и у вас и у вашего наставника вот такая должна быть наверняка таблица. Не знаю, как у новичка. У наставника появляется вот такая таблица. Вот. Но в этой таблице, как видите, у нас сейчас пять подопечных и только двое из них выполнили условия достижения 30 уровня. Получили мы награды только за одного, вот за этого. Возможно, вот этот игрок получил 30 уровень позже, уже после обновления. Эти награды мы еще пока не получили и награды выдаются после тех работ. Всегда. После тех работ. Но имейте в виду, что я не знаю, насколько корректно работает данный ивент, поэтому сказать вам сейчас вот 100%, что все свои награды получат. Мы на это надеемся, что мы все-таки получим свои награды, но пока складывается такое впечатление, что что-то в этом ивенте идет не так. Далее. Ивент у нас идет особой подарки от генерала Клиффа. Значит, вчера уже после 0 часов, то есть до начала тех работ, можно было получить третье оружие. Какое оружие выбирали, вы выбирали сами, будь то основное оружие, либо пробужденное, либо дополнительное оружие Клиффа. Но вот можно было выполнить третий квест и получить третье оружие. Но в теперешнем обновлении, ребята, у нас поставили ограничение по уровню на использование сундука. Я так понимаю, что сейчас сундук с пробужденным оружием не сможет взять персонаж низкого уровня, то есть персонаж до 56 уровня. Ну, я подозреваю, что это так. Но выход из этого есть очень простой. Вы просто берете квест низкоуровневым персонажем, выполняете его, но не сдаете. Приходите уже с выполненным квестом непосредственно к данному NPC и получаете тот сундук, который хотите взять. Ну, я думаю, что это должно сработать. Хотя там разные, получается, квесты для персонажей, но так как квест дается один на семью, то думаю, что это может, скажем так, проканать. Далее. Ну, календари у нас, естественно, они у нас продолжаются, то есть это не новинки, они у нас еще пока... Один календарик у нас закончился. Вот. И продолжается еще один календарь, то есть календарь новичка, календарь бывалого и обновленный календарь наград Black Desert. Вот. Это все можно посмотреть в игре, как это сделать. Заходите Escape, Event и вот здесь вот ваши календарики. У нас их три. Вот. У новичка вместо календаря бывалого будет календарь новичка. Далее. В премиумном магазине появились новые предметы. Итак, это у нас... Сейчас у нас бонус за покупку одного из костюмов специальных. Это костюм Энта либо пустынный комплект, а также в акцию участвует костюм Акулы и костюм Рыболова. Значит, за покупку либо костюма Энта, либо пустынного костюма вы получаете запечатанный на том войны в подарок на 15 дней. Костюм Акулы либо Рыболова вы получаете благословение Камасильва также на 15 дней. Ну, кто собирался либо, может, планировал покупать этот костюмчик, вот сейчас можете это сделать, скажем так, с выгодой для себя. Далее. Что по персонажам? Добавлены новые умения Черного Духа для Кунаичи, Ниндзи, Волшебника и Волшебницы. Насколько они работают тоже вам не скажу. Пока мы их не тестили. Вот здесь есть видео небольшие по этим классам. Если кому-то интересно, можете зайти посмотреть. Далее. Есть незначительное увеличение урона, там правки определенные у нескольких классов. Значит, у воина увеличено количество ударов с разворота, осуществляемых умением сокрушительный удар. Ну и здесь табличка. То есть, первого уровня с двух до трех, второго тоже с двух до трех, ну и с четвертого уровня там на два удара увеличено. В абсолюте с четырех до семи увеличено. Далее. у колдуньи урон от удара с ращением в сравнении с текущими показателями увеличен в среднем на 15%. Я там посчитала на калькуляторе, получается 15%. Вот. Далее. И также количество удара с ращением увеличено с трех до четырех. Далее. У мистика на 10% увеличен показатель урона умения ветер равновесия. Что еще? У волшебника и у волшебницы исправлена ошибка, из-за которой при попытке взобраться на стену во время спринта активировалось умение телепортации. Вчера после тех работ они вот это они исправили. Если волшебники и волшебницы знают, о чем я сейчас говорю, при попытке куда-то залезть у нас срабатывала телепортация. Так вот эту проблему исправили, но появилась другая проблема. При попытке телепортироваться на прямой как бы местности волшебница либо волшебник иногда подпрыгивали. Так вот сегодняшние внеплановые технические работы 6 декабря были связаны именно с исправлением вот данной ошибки их. Ну я думаю, что ее исправили. Пока я еще не заходила в игру на волшебницу. Посмотрим после того, как зайду. Ну надеюсь, что исправили. А также на 10% увеличен показатель урона у волшебника. Это урон очаг пожара в ПВЕ, а у волшебницы грозовая волна в ПВЕ. И еще одна очень неплохая значит буст, скажем, волшебника-волшебницы. При использовании умения телепортация добавлен новый эффект. На 10 секунд увеличиваются все виды защиты и у волшебника и у волшебницы. У ниндзи и у Канаичи добавили при применении трезвость духа добавлен эффект мгновенное восстановление здоровья. Здесь разные показатели и сегодня, как я уже говорила, были внеплановые эти работы. В первом обновлении они написали нам немножко неверные цифры. вот здесь как бы они поменяли их на, к сожалению, немножко меньше. То есть тут четвертого уровня было 500, стало 200. Ну, то есть посчитали, что слишком много они восстанавливают ХП. Ну, вот все это поправили. Далее. Что у нас по контенту. Справлена ошибка, из-за которой транспортное сообщение между деревней и тарифой и портом и городом в эфире работало некорректно. То есть нам добавили, я так понимаю, грузоперевозки между тарифой и эфирией. Что еще? Запас имперского производства и рыболовных поставок, то есть это имперская торговля, теперь обновляется гарантированно каждые 3 часа. При получении следующих предметов больше не отображается анимация радости. Ну, здесь перечисление предметов самое распространенное, от чего у нас прыгали наши персонажи, это если вы когда-то ходили на маншей, на скелетов, на ротамов, на водяных, когда ей падали шлемы потери, ну, доспехи потери Рурка, она там прыгала, как будто вытащила сундук с карандой. Ну, вот сейчас эту анимацию убрали. Слава богу, не прошло и года. Так, далее. Вот то, о чем я говорила. Теперь установлен уровень для использования сундуков с оружием генерала Клиффа. Ну, об этом я вам уже сказала. Далее. Теперь количество извлекаемых черных камней соответствует или превышает уровень усиления снаряжения. Если вы когда-то выбивали себе плюс 15 оружие, там, плюс 14, например, иногда бывало такое, что при попытке его разобрать, у вас камней давали меньше, даже чем заточка данного оружия. Вот сейчас это поправили и теперь количество камней будет либо равно заточке, либо выше, чем заточка данного оружия. Исправлена ошибка, из-за которой эффект облагословения камасильва применялся некорректно. Исправили, они убрали как бы нам неправильно работающее дерево, дали компенсацию, лично нам дали на 15 дней, потому что у нас было заюзано два дерева. Вот, ну, кому-то дали на 7, кому-то на 15. Чем они мотивировали такую компенсацию, я не знаю. То есть, мы потеряли, скажем так, 5 дней, кто-то потерял больше. Далее, по монстрам. Дикие лошади, обитавшие близ долины Алума, были перемещены к берегу реки, если кому-то интересно, кто ловит лошадок. Ну и после исчезновения Вэла, после его убийства, не исчезали энергокамни. То есть, при попытке забрать лут, люди иногда просто попадали в эти энергокамни и у них погибало судно, тонуло. Далее, появилось задание в Камасильвии для тех людей, которые завершили Камасильвийскую цепочку. Это вторая Камасильвия, часть вторая. Вот здесь появилось 14 квестов. Это квесты для ознакомления с историей появления лучника вообще. Вот, что там нужно сделать? Мы дошли только до того квеста, где нужно убить Офина. Пока еще Офина у нас не было после этого, поэтому мы остановились как бы на одном из этих квестов. Ну и финальной, вот здесь в финальном квесте, здесь награда камни для безопасной заточки на 15 трех видов, по три штучки и какая-то монетка богини, которую нужно иметь в рюкзаке для в момент последующего появления какого-то босса, уже не помню, там название есть, мы получим какое-то дополнительное задание. Что это пока сказать вам не могу, потому что ни пока мы не прошли еще эти квесты, ни этого босса в помине мы еще не видели. Но как только информация будет, мы вам сообщим дополнительно. Далее. Теперь можно пробуждать лошадок девятого уровня не только на каменной пустоши, но и в грани. А также менять хризалитовые листья и лепестки из хризалита можно не только в грани, то есть они не в грани менялись, а у конюха. Нет, не в нежде хризалитовые листочки эти поменять уже на пастбище каменной пустоши. Далее. Что мы еще имеем? По интерфейсу. Незначительные правки интерфейса. Там нализали одно окошко на другое. Вот тут перечисление всего того, что было исправлено. Ну и исправлена ошибка, из-за которой периодически при выборе предметов в премиум-магазине происходила потеря соединения. Также потеря соединения происходило при попытке поменять персонажа, когда вы находились в море. Вот вроде как эту ошибку также исправили в ходе внеплановых технических работ сегодня. Так, на этом, ребята, собственно говоря, вот это обновление наше закончилось. Здесь есть еще одна такая вещь, о которой я не сказала. Оптимизировано движение всех кораблей и управление. Вот что это такое, я не знаю. В море пока после этого я не была. Как только побуду, если какие-то есть изменения в управлении, то мы доведем это до вашего сведения. Все, на этом, ребят, видео заканчивается. Всем удачи, всем хорошего фарма, кому понравилось, лайк, подписка. Ну, заходите на наши стримы. Всего доброго, до новых встреч. До новых встреч.